Катер перевернулся днём, 15 минут четвёртого. После кораблекрушения Иволги люди спасались на плоту. По паспорту вместимость 12 человек, но уплыли на нём 14. Остальные остались. На берегу выживших встречали спасатели. Остальных спасали на катере. Выжили 22 человека. Скорая доставила людей в Белгороднестровскую больницу. Один в тяжёлом состоянии с переломом бедра. У большинства переохлаждение и шок. Дмитрий приехал на рыбалку с друзьями. Одного из них спасти не удалось. На причале остались следы крови. Тела из воды вылавливали сотрудники порта. Говорят, людей можно было спасти, но мост, который помешал прибыть к подмоге, вовремя не подняли. К тому же катер был перегружен. По нормам Иолга рассчитана на 12 человек. По предварительным данным на борту находилось около 40. Вот у нас работает 8 человек. У нас плот на 8 человек. Чуть-чуть мы можем 8 человек спасись там или что. А там если плот на 10 человек, а их больше. Понятно, что нет. Общее количество людей долго не могли подсчитать. Всё, что было у правоохранителей – телефоны пассажиров катера. По вот этим телефонам звонили люди, заказывали этот катер. Каждый телефон, на него могло быть 2-3 человека, которые собирались в эти группы. То есть малые группы собирались в одну большую группу, поэтому между собой они не знакомы. И поэтому установить по количености, то есть никто, даже выживший, не может посмотреть. Вот это всё, что касается регистрации списка. Вот, к сожалению, вот это доводит до каких-то плачевных. По словам губернатора Одесской области, капитан судна спасся, схватившись за табуретку. В тот же день его доставили в милицию. Кроме правоохранителей, разбираться произошедшим будет специальная комиссия кабинета министров. То, что случилось, это должно было случиться, потому что элементарного порядка там нет. Реально, вот эта трагедия, она подготовила тем, что практически все закрывали глаза на то, что каждый день здесь происходило и происходит. Судно подняли только в понедельник. До этого мешал сильный шторм. По словам спасателей, перед выходом в море капитан должен был сообщить, у Крыму речь флотинспекции о количестве людей на борту. Но, похоже, этого не сделал. Зато деньги с пассажиров собрал. Если со своими снастями, то 300, а так 350, потому что там входит и выдача снастей рыболовок и наживки. Комиссия Кабмина сделала предварительные выводы по трагедии. Перегруженное судно перевернулось из-за неправильного маневрирования во время шторма. Виноват капитан. Капитана уже отправили за решетку. Он проведет СИЗО как минимум два месяца. Тем временем родственники некоторых пассажиров еще ждут завершения спасательной операции. Игорь Филиппов, Юрий Гальченко, Сергей Калмыков, Первый городской.